Чем масштабнее разводка, чем она древнее, тем проще ее провернуть. По двум причинам. Людям кажется, что разводка не может быть такой древней и такой масштабной. Не могло ведь так много людей повестись на нее. Итак, как говорит нам Википедия и особо продвинутые экономические словари, деньги это специфический товар максимальной ликвидности, который является универсальным эквивалентом стоимости других товаров и услуг. То есть деньги это такой специальный, специфичный товар, который производят центральные банки, в нашем случае это ЦБРФ, но в нашем случае при не является целью деятельности Центрального банка Российской Федерации согласно статье 3 ФЗ номер 86 ОЦБРФ. У кого есть кредиты? Замечательно. Сколько вы их платите? Сколько лет? Кто из вас выплатил хотя бы один кредит или несколько кредитов? Замечательно. Значит, то, что касается банков. Значит, банки это у нас юридические организации тоже, правильно? Которые занимаются чем? Ну, так называемой финансовой деятельностью. С помощью чего они этим занимаются? Итак, как говорит нам экономический словарь, деньги это средства обращения, образования, сокровища. Деньги могут существовать в виде материальных объектов, а именно банкнотов и монет, или в виде бухгалтерских или компьютерных записей. Именно в таком виде существуют банковские депозиты. Изначально деньги выступали в виде таких реальных субстанций, как золото или серебро, которые ценились сами по себе. На разных континентах в разные периоды времени использовались разные деньги. Такие как деньги-камни, деньги-перья, деньги-топоры, деньги-ракушки, ну и естественно серебро и золото, получившее наибольшее всемирное распространение в силу своих качеств. Итак, основополагающим признаком реальных настоящих денег является их стоимость. А именно, когда стоимость изготовления равна номиналу. Именно поэтому золото и серебро наиболее подходят на эту роль. И именно поэтому золото и серебро получили наибольшее распространение в мире. То есть, вот это вот и есть настоящее, реальные деньги. Одна тысяча рублей. У кого есть одна тысяча рублей? Дайте мне... Значит, что мы здесь видим? Одна тысяча рублей, 97-й год. Дальше, на этой стороне написано билет Банка России, стоит номер, который легко фиксируется, да? Вот здесь дальше... Что это? Символика? Это герб Российской Федерации? Нет. Какое отношение тогда эта купюра имеет к Российской Федерации? Абсолютно. Но наряду с утратой всех признаков простого векселя или хотя бы долговой расписки, купюру ЦБ утратили собственника. Это легко отследить, когда вы сравните две купюры 91-92 годов и купюры 93-го года. Это подтверждается не только отсутствием слова «государственный», но также отсутствием какой-либо символики Российской Федерации на купюрах ЦБ. Так как герб, изображенный на купюрах ЦБ, не соответствует гербу Российской Федерации. Но при этом он соответствует другому субъекту права, который был на нашей территории, а именно Временному правительству или правительству Керенского или правительству Русской Республики 1917-1918 годов. «Тогда чье это? Что это такое?» «Это билет Банка Российской Федерации». «Кто знает французский язык? Что такое билет?» «Если добавить аренку буквы «М», получится как вексель». «Совершенно верно. А что такое вексель?» «Это безусловно, по-моему, обязательство». «Долговое обязательство». «Долговое обязательство». «Совершенно верно». То есть, как только вы подписали кредитный договор в каком-либо банке, ЦБ в этот же день выпустил под ваш кредитный договор, под ваше обеспечение, денежки создал их. То есть, когда вы подписываете кредитный договор в банке, именно вы кредитуете банк, а не банк вас. И ваш кредитный договор по факту является векселем, в чем легко можно убедиться, выписав все признаки простого векселя согласно постановлению СНК от 1937 года, на котором базируется нынешний ФЗ номер 48. Мы сравним его с вашим кредитным договором, который полностью соответствует простому векселю за исключением первого пункта, а именно наименованию вексель в самом документе. Мы знаем, что при толковании договора используется буквальное значение слов, и если буквальное значение слов не дает толкование, то при толковании используется смысл договора в целом. «Тогда что это? Это деньги или долговое обязательство?» «Долговое обязательство». «Это долговая расписка». «Чья долговая расписка?» «Банк России». «А что такое Банк России?» «Частная организация». «Где она зарегистрирована?» «США». «Округ Колумбия, США». «Тогда чья это долговая расписка?» А долговая расписка что подразумевает под собой? Что человек когда-то вам что-то отдаст, в данной ситуации вам кто-то что-то отдаст, это будет натурально погашено с тем долгом, который имеет США. Вот эта купюра и все, что есть, обеспечивается центральными банками, это настоящая диверсия против всех жителей США. Ну не говоря там уже о нас с вами, мы так вообще кролики по отношению. Вот, и это утрированная купюра я называю, это вексель самый настоящий. И в законодательстве, в Конституции Российской Федерации есть закон о центральном банке, где написано, что вот эти билеты являются их абсолютными долговыми обязательствами. Банкноты и монеты Банка России являются безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его активами. Согласно статье 30 ФЗ номер 86. Но откуда у частного банка активы, чтобы обеспечить государство и страну? Понимаете, тогда что вы получаете, когда вы идете брать кредит? Что вы получаете? Бумагу. А? Долговую обязательству. Долговую расписку. Что вы пишете в обмен на эту долговую расписку? Свою долговую расписку. Вы подписываете кредитный так называемый договор, в котором сокрыт тот же самый вексель. Это долговая расписка. А если вы поменяли одну долговую расписку на другую долговую расписку, где указана равнозначная сумма, что происходит? И когда вы пришли в банк, дали ему свои обязательства в виде векселя, а банк вам выдал такие же обязательства в виде билетов ЦБ, по идее на этом должно было все закончиться, так как это называется взаимозасчет взаимных прав требований. Согласно статье 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. Завершение сделки. Статья 410. Взаимозачет. Взаимозачет. Да, взаимозачет. Поэтому для тех, кто берет кредиты, у нас сейчас рекомендуют иметь два свидетеля. После того, как вы их получили, просить их подписать документ о взаимном погашении. Так скажем. Тут же? Обязательств нет. Если отказывается, значит два свидетеля регистрируют факт отказа. Понимаете? Ну, примерно так же, когда вы, допустим, с утра идете на работу и зашли в магазин, разменяли пятитысячную купюру на более мелкие по тысяче. Но когда вы приходите в банк, для того, чтобы разменять свой кредитный вексель на одной бумажке на более мелкие купюры, то банк почему-то считает, что и кредитный вексель, и сумма кредита, и плюс проценты на нее, да, если сумма кредита достаточно большая, то и залог. Все это на каком-то основании непонятном считает уже своим и включает в актив. Что по факту является мошенничеством. То есть, вот в данном случае, чем является данная купюра? Купюра или вексель, да? Теперь, чем обеспечен вот этот вексель? Даже из того, что ЦБ указал, 70%, а именно более 2-х третьих, ЦБ хранит в валютах иностранных государств. Что по факту является не чем-нибудь, а, как я думаю, вы все понимаете, государственной изменой или изменой родине. Тогда чем на самом деле является? 40%. А? Сталин и 40%. Ну, это тот же доллар, понимаете, который не имеет, который имеет какое-то обеспечение. Вообще никакого не имеет. Вот, значит, вы работаете, вы вкладываете труд свой для того, чтобы эти векселя заработать. Вы получаете долговые обязательства. Это равнозначный обмен? Нет. Нет. А это что? Обман. На мошенничество. Это мошенничество. То есть, вы как человек вкладываете время своей единственной жизни. Вот, в обмен вы получаете только долговые обязательства, которые никогда не будут в натуральном виде оплачены. Против вас что совершается? Преступление. Вот, значит, сюда вовлечены какие страны, как вы думаете? Англия, СССР. Все, все, Франция, Англия, Германия. Нет, ну, если это обеспечивается долларом США, значит, какие страны вовлечены? Конечно. Они действуют в своем интересе, понимаете? Против вас. Это же обеспечение частной пункты. США, причем, она прикажет колонии. Конечно. То есть, есть еще момент действия в своем интересе, который еще более усугубляет. То есть, там, на самом деле, те люди, которые хотят освободиться от кредитного бремени, получают возможность это сделать. Четыре ходатайства на эту тему. Где подробным образом объясняется судье, что на самом деле является кредитом. И обязаны ли вы их платить. Понимаете? Вот, есть для этого пакет документов. Те, кто хотят освободиться от кредитов, просто нужно обратиться в юридическую консультацию. И у нас обученные юристы этим занимаются. Уже много дел проведено. Вы смотрите на ютубе видеоролики, как гражданин СССР в суде. А, девушка. Да, да, да. То есть, очень много. Я сама вела данный судебный процесс. И что меня очень удивило, что судьи, они не открывают дело перед началом судебного процесса. Они открывают его только сейчас. А там четыре ходатайства. А в них разобраться невозможно. Понимаете? Сразу, вот так, за один момент. И что наступает? Выносит решение на эмоции. Ступор, да. Совершенно верно. Вот. И, естественно, я буду действовать по шаблону, как он привык действовать. Потому что он не знает в данный момент, что там написано. Это как-то... Вот, даже если я знаю... Да, да, да. Основная масса так. Есть судьи, которые разбираются. Вот. А есть, которые не разбираются. Им просто не хватает времени на это дело. Вот. Ну, потом можно назначить еще судебное дело. Здесь ничего страшного такого нет. Вот. То есть... То, что касается выписки. Вот я за собой взяла выписки нескольких банков. Значит, они прилагаются к делу. Вот, возьмем Тинькофф Банк. Сведения об образовании юридического лица. Выписка. Дата регистрации 28.01.1994 года. Номинование органа за регистрирующий создание юридического лица Центральный Банк Российской Федерации. А полномочия на регистрацию коммерческих организаций нет у Центрального Банка. Где регистрируется у нас? Налоговая инспекция. Понимаете? Вот. Поэтому фирма данная законно учреждена? Нет. Вопросы? Вы уже можете кредит не отдавать. То есть все сотрудники банка? Кто? Мошенники. Следующее. Здесь еще круче. Совкомбанк. Огромная такая выписка. Сведение о регистрации создания юридического лица создан 27.11.1990 года. Центральный Банк Российской Федерации зарегистрировал. 90-й год. Вообще Советский Союз. Понимаете? Пишут Российская Федерация. Как вообще Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам зарегистрировало Центральный Банк Российской Федерации в 1990 году, когда сама Российская Федерация появилась только в 1991 году, после одобрения закона о переименовании РСФСР, который был одобрен 25.12.1991, то бишь физически это невозможно! А данное деяние – это уже создание преступного сообщества, статья 210 УК Российской Федерации, либо даже статья 209 УК Российской Федерации – бандитизм, или статья 77 УК РСФСР – то же самое, бандитизм. Так, здесь та же самая Катаваси. Выписка на коммерческий Ренессанс-кредит. 24.11.2000 года. Центральный Банк Российской Федерации зарегистрирован. Вот, и так фактически у всех банков. На эту тему тоже есть определенная ходатайство. То есть, да, те, кто захотят разобраться с данными купюрами, обращаются в юридическую консультацию и получат помощь соответствующую. Понятно, да? Вот, я вкратце объяснила, что такое банки. Кому непонятно? Напишите, пожалуйста, ваш вопрос. Напишите ваш вопрос прямо на листочке. Спрашивают про безналичные деньги и электронные деньги. Ну и что? Там же что? Это вообще непонятно чего. Апогеем всего являются электронные деньги, в том числе апогеем глупости. Потому что жизнеспособность любой системы, такой же, как и денежная система, является не столько наличием преимуществ, сколько отсутствием недостатков. А у электронных денег есть один маленький, но очень существенный недостаток. И именно то, что они существуют всего лишь в виде электромагнитных записей. И в случае утраты электромагнитной составляющей, в результате смены полюсов, или атомного взрыва, или электромагнитного взрыва, даже при условии того, что вы останетесь в живых, а при электромагнитном взрыве смертность стремится к нулю, то есть любые живые существа выживают, вы автоматически, в мгновение ока, становитесь нищим. Потому что все ваши активы, которые были в электромагнитных записях, просто исчезли. То, чего нет в виртуальном. Закона о виртуальных деньгах на данный момент у нас не имеется. Но там пишут, что рубли. А какие рубли? Тысяча рублей. А каких рублей? Ну, все подразумевают, что это рубли из российской зеркалки. Вот это тоже про электронные деньги, и все есть в пакете документов касаемо банка. Все это нам говорит о том, что в сферу, которая влияет на каждого жителя, не только России, но и мира в целом, пробрались мошенники. И масштаб их деятельности настолько велик, что даже видавшие виды люди удивляются очень и очень сильно. А неподготовленный человек просто отказывается верить в это. На что и был сделан расчет. Продолжение следует...